Приветствую вас дорогие зрители, чтобы не пропускать горячие новости, советую подписаться на канал и включить колокольчик. Советник главы офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на недавние циничные заявления российского диктатора Владимира Путина. Зам главы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, председателя Роскосмоса Дмитрия Рогозина и других представителей политической элиты РФ. Утонченной вершиной цинизма Подоляк назвал сегодняшнее обращение Путина. Сегодня общая обязанность не допустить возрождения нацизма, принесшего столько страданий людям разных стран. Искренне желаю украинским ветеранам Великой Отечественной войны душевной стойкости, доброго здоровья и долголетия, а всем жителям Украины мирного и справедливого будущего. Советник главы ОП назвал это идеальным расщеплением миров на фоне того, что Путин сам стал отцом современного российского нацизма, а здоровья и мира он пожелал тем, кого ежедневно убивает российскими ракетами. Подоляк напомнил и о людоедских заявлениях спикера и вице-спикера нелегитимной Госдумы Вячеслава Володина и Петра Толстого, которые экзальтированно настаивают, что спецоперация должна закончиться только тогда, когда российская армия выйдет на границы Польши. Рогозин официально заявляет, что Россия через полчаса уничтожит ядерным оружием. Европу. И лениво так через дрожащие откормленные губы добавляет. Но не будем пока этого делать, пока будем убивать обычным оружием, написал Подоляк. Советник главы ОП также напомнил о предложении депутата нелегитимной Госдумы Алексея Журавлева убить 2 миллиона украинцев, чтобы закончить спецоперацию. А Медведев, отметил Подоляк, регулярно завывает о том, что он лично на территории Украины ведет войну с НАТО, лично как Геракл. Поэтому считаю, что у Украины теперь есть важная психиатрическая миссия – провести убедительный принудительный сеанс массовой психотерапии для россиян. Что-то вроде того, что в старину называли экзорцизмом, изгнанием дьявола, заявил Подоляк. Оцените качество новостей лайком или дизлайком, а также напишите комментарий. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok